В прошлом году в ДТП на дорогах Края погибли 17 человек и более 300 пострадали. И все эти аварии случились только по одной причине – несоблюдение дистанции. В Красноярске решили подключиться к всероссийской социальной компании, которая так и называется «Дистанция». О ней я прямо сейчас поговорю с моим гостем у нас в студии сегодня. Роман Васильев, заместитель начальника ОГИБДД. Роман Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите для начала, что это за акция и зачем она нужна? Вы правильно сказали в начале своего разговора, что это наиболее часто, я скажу больше, это входит в пятерку наиболее частых причин ДТП, именно несоблюдение дистанции, неправильный выбор скорости движения. То есть, если в целом говорить о Российской Федерации, на территории России произошло 184 тысячи ДТП, более 23 тысячи человек погибли. Поэтому и с учетом того, что в пятерку именно частых причин входит несоблюдение дистанции, этому нельзя уделять внимание. Скажите, а что на первом месте из-за любопытства, спрошу? Наверное, нетрезвые водители все-таки лидируют из причин. Вы знаете, из причин это все-таки столкновение. И из-за нарушений там есть и выезд на столичную полосу движения, а сопутствующие нарушения, конечно же, это управление в нетрезвом состоянии, это непредоставление преимущества движения пешеходу. Но вот пятерку самых частых причин, я скажу же опять, что несоблюдение дистанции явилось. Изучая общественное мнение, даже у меня есть цифры, статистика, по мнению каких же как раз самих участников движения водителей на опрос. Проведен экспертным центром движения безопасности совместно с Российским центром исследования общественного мнения определенный опрос, согласно которому 54% российских автомобилистов попадали в аварии из-за нарушения дистанции. А 76% водителей считают превышение скорости и активное маневрирование оправданным, если необходимо, добраться до пункта назначения быстрее. При этом 86% водителей уверены в том, что именно неправильный выбор дистанции является наиболее частой причиной именно возникновения ДТП. Как эта акция «Дистанция» может помочь избежать аварии? Цель этой акции – снизить, конечно же, в первую очередь, основная ее цель – это снизить количество ДТП по причине несоблюдения дистанции. Но также организаторы ставят перед собой задачу не только рассказать пешеходам и автомобилистам об этой проблематике, но также научить их пользоваться и рассчитывать правильную дистанцию, и повысить культуру поведения именно на дороге. Скажите, а как быть тогда с погодными условиями? Гололедится, дождь – это все тоже нужно учитывать? А понимаете, это множество факторов, которые входят именно в эту систему восприятия водителем дорожной обстановки. Это, конечно же, и утомляемость самого водителя, это и дорожные погодные условия, и снижение видимости, и состояние дорожного покрытия. Все эти факторы… Вот вы знаете, есть сайт без ДТП РФ, там даже есть онлайн-калкулятор. И в числе факторов, которые влияют на водителя, даже включен наличие супруги ряда на пассажирском сидении. То есть как отвлекающий фактор. Ну и дети на заднем сидении. Ну и само собой дети на заднем сидении. Скажите, спрошу, а вот все-таки как вы планируете обучать людей? Ведь все, кто получал права, они все должны знать, что дистанцию нужно соблюдать. Вы будете освежать им память или что делать? В том числе, вы знаете, водитель зачастую ошибочно полагается на свое субъективное восприятие дорожной обстановки, рассчитывая дистанцию исключительно на глаз. Но это неправильно, в корне уже изначальная проблема, потому что рассчитывать дистанцию в метрах – это не совсем правильно. Вот, кстати, приводится правило трех секунд. Именно дистанцию необходимо рассчитывать во времени. То есть время, которое необходимо учитывать с момента возникновения опасности до принятия мер, направленных на остановку транспортного средства, срабатывание тормозных систем автомобиля, ну и вплоть до полной остановки. Ну, это сплошная физика, получается. Водитель физик должен рассчитать, когда ему затормозить. Поэтому в этом мероприятии на территории города задействовано 25 школ. Автошкол именно? Нет, школ. Потому что старшеклассникам на уроках естествознания и физики расскажут на примере лабораторных экспериментов, опытов, как правильно рассчитывать дистанцию, что такое тормозной путь автомобиля, и как водитель, и что такое динамические и характеристики автомобиля. Для детей более младшего возраста есть аниматоры, там, кот и пес. Кот, который рассудительный, спокойный, и пес, который вечно куда-то торопится, везде сует свой нос. Плохой, хороший полицейский. Плохой, хороший полицейский, можно так сказать. Также два торговых центра крупных на территории города. 10 АЗС, ну, с узнаваемым брендом. Именно там будут проходить вот эти занятия, я бы так поняла. Там будет, да, проводиться промоутерами разъяснительные мероприятия, то есть будут рассказывать, что это такое, для чего это нужно. Даже будут раздавать определенные раздаточные материалы. Да, я вижу, что вы пришли не один, а с пакетом. Ну, вот, например, для школьников и для студентов, там, 10 университетов у нас еще. Например, вот такой вот коврик для мыши, да? Правила трех секунд написано. Правила трех секунд, автомобиль, элементарные правила какие. Тут же, опять же, есть у нас условное обозначение дорожных условий, какие тут возникают. Будут брошюры, что-то еще будет? Брошюры будут, на пунктах РЭО раздаются, там у нас, для как качественное понимание, это вот блокнот для документов для водителя. То есть человек при себе имея, уже вынимая его из кармана, ему это напоминает. Ну, это не только полезно, еще и приятный такой подарок, бонус получается. Да. Например, вот такой светоотражающий жилет. А вот это очень нужная вещь. Нам звонят телезрители и спрашивают, а где можно приобрести браслеты, жилеты? Браслеты, жилеты можно на почте России приобрести, можно в любых торговых центрах, в отделах канцелярии. В принципе, это повсеместный товар такой. Давайте напомним красноярцам, что, где и когда. Акция к дистанции. Акция к дистанции проводится с период с 11 апреля по 1 мая. Задействованы у нас автозаправочные станции, я уже сказал. Три пункта РЭО, это на МРЧК Фортуна Плюс, на Сепстали, на Кутузово и на Гайдашовке пункт РЭО. Десять университетов, пять автошкол. Ну и в целом по городу, я думаю, будут видеть эти раздаточные материалы, в том числе наклейки на автомобилях, на стеклах. Я думаю, люди могут зайти также и по ссылкам на сайт, и ознакомиться, и принять у них даже активное участие. Спасибо, Роман Юрьевич, за информацию. Я думаю, аварий в нашем городе должно стать меньше после этой акции.